Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Итак, вы смотрите телеканал Самарагис и сейчас в эфире программа «Хочу домой». Здравствуйте! Это программа о животных, которые рождены на улицах городов или выброшены нерадивыми и безответственными владельцами. И сегодня у нас в программе сюжет о фестивале, который прошел в одном из выставочных центров нашего города. А также традиционно вы увидите видео-визитки о собаках, которым необходим новый уютный дом и ответственные любящие владельцы. И самое главное, конечно, это разговор в студии. Мы беседуем с одним из руководителей Центра реабилитации временно бездомных животных, флагман ВЭД Инны Тарасенко. Итак, Инна, добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Первый вопрос. Что нового на поле битвы по уменьшению количества бродячих собак? И что нового конкретно в вашем центре? Мы продолжаем расширение своего реабилитационного центра в селе Лопатина, который позволяет на данный момент быть временным домом для огромного количества ранее бездомных собак. То есть, скажем так, пытается, по крайней мере, решать проблему, которая поразила сейчас всю Самарскую область. Наверное, не только Самарскую область, а вообще является глобальной проблемой современной России. Вот поэтому стройка наша не заканчивается никогда. Мы пытаемся сейчас экстренно успеть до холодов. Так как, конечно, наши наполеоновские планы на строительство 52-х вольеров были разрушены повышением цен на строительный материал. Сейчас они критичны, они продолжают подниматься до сих пор, что для меня вообще вызывает, конечно, совершеннейшее удивление. Вот, поэтому мы бьемся, пытаемся, потому что без этого проблема решаться никак не будет. Очень важно понять, что программа стерилизации выпуска показала, что она совершенно неэффективна. И все животные, которые прошли ее, по-прежнему оказываются на улице и вызывают проблемы, которые вызывали и до того, как их отловили. А неэффективна, может, из-за того, что мы что-то так, мы что-то не так делаем? Она неэффективна по той простой причине, что животные, которых удается отловить теми ресурсами, которые есть сейчас у отловщиков, они, как правило, достаточно социальные. Основная проблема заключается в том, что... А, то есть, получается, надо ловить собаку, которая убегает, которая прячется? Ну, основные проблемы, да, распространение несоциальных бездомных собак, это как раз-таки такие же несоциальные бездомные родители, которые не идут никак на контакт. Их очень сложно поймать, их невозможно стерилизовать, соответственно. Более того, если их поймать удается, да, и они, допустим, попадают снова по этой программе на улице, они могут вызвать проблемы с нападением на людей, да, они могут их пугать, они могут сбиваться вне социальной стаи, которая тоже является глобальной проблемой. Ведь стерилизация сама по себе не решает проблему того, что люди боятся большого количества собак. А социальные собаки, которые прошли программу ОСВВ, они возвращаются на улицы, но очень часто возвращаются не туда, где они жили до этого. Потому что учет этот либо сложно вести, либо люди, вызывающие отлов, требуют, чтобы их не возвращали обратно, угрожая этим животным. И отловные команды вынуждены выпускать их в другом месте, потому что они понимают, что они везут. Так что, так что, мы все-таки уверенно приближаемся к эвтаназии законной или нет? Как вы думаете? Я думаю, что нужно смотреть на... В некоторых странах Европы, ну, по крайней мере, вот до 80-90-х годов там было все-таки такое правило. Да и сейчас в некоторых странах, ну, скажем, я там был в Италии, в Австрии, в Германии. Ну, вот в Финляндии я, к сожалению, не узнавал этот вопрос. Но вот вы по Италии точно можете сказать, что если какое-то время собака не востребована, то к ней применяют эвтаназию, особенно к агрессивным собакам. Ну, агрессивные животные, естественно, не могут быть выпущены обратно на улицу. Это совершенно понятно. Но есть некая сложность в том, что необходим определенный адаптационный период для того, чтобы понять. Собака проявляет агрессию, потому что у нее травмирована психика, допустим, пожизненно. Либо она проявляет агрессию, потому что она боится. Может быть, у нее есть тяжелая травма или еще что-либо. Мы уже за свои 6 лет работы видели очень много примеров, когда абсолютно, казалось бы, несоциальные животные поступают, и через месяц это собака, которую никто не может узнать. Это первое. Второе. Если мы говорим о европейских и американских коллегах, те центры, в которых у них находятся животные, им, допустим, дается какое-то время на то, чтобы забрать семью, они несопоставимы и несравнимы с тем, что имеет сейчас Россия, особенно регионы России. Я имею в виду... В 70-х, 90-х годах собак на улицах было все-таки мало. И тогда применяли эвтаназию довольно-таки, я скажу... Негуманным способом. Очень, да, негуманным способом. И я сам был свидетелем, мы бегали мальчишками сюда в спецавтохозяйство и видели все это. И собак все-таки было мало. И все-таки мы сейчас говорим о том, что мы приближаемся к этому. Мы не можем к этому никак приблизиться, потому что раз уж мы заявляем... Посмотрите, вчера я видел снимок на одной страничке в социальных сетях коллеги нашего журналиста. Она пришла в парк Гагарина и там насчитала 47 бездомных собак. 47. Так что с ними делать? Но мы же все равно не сможем на всех найти приюты. То есть какое количество надо приютов? Это нужно, может быть, не количество приютов, а один нормальный центр, который способен принять достаточное количество животных, который будет достаточно хорош для того, чтобы люди хотели туда приходить, туда выбрать животное, достаточно оснащен для того, чтобы, если мы уж и говорим о гуманной эвтаназии, да, о гуманной, я подчеркиваю, эвтаназии, которая является дорогостоящей, крайне дорогостоящей в масштабах, о которых идет речь, чтобы он был оснащен для того, чтобы это было реализуемо, возможно и комфортно как для людей, которые там работают, так и для этих животных, как бы это не было печально. Если мы сейчас говорим о том, что мы цивилизованная страна, то основной момент в том, что решить эту проблему может только достаточное вложение денежных средств, которые никто в это вкладывать не хочет. Как говорится, все хотят сделать это быстро и дешево, а это невозможно. Но все-таки у нас в областном бюджете еще есть же эти деньги-то. Но там же есть какие-то остатки, еще есть какие-то суммы нереализованные. Мне об этом неизвестно. Хотя нашему региону прекрасно известны планы «Флагман Вет» и тот центр, который мы уже спроектировали, и команда архитекторов, и различных сопутствующих специалистов, которые уже все это нарисовали, сделали. Но в это нужно вкладывать большие деньги. Не остатки денег, а один раз и большие деньги. И тогда эта машина поедет. А пока она не построена, мы так и будем сталкиваться с тем, с чем столкнулись ваши коллеги в парке. Понятно. Ну, а давайте сейчас я предлагаю немножко отличиться от нашего разговора и посмотреть сюжет о мероприятии, которое состоялось буквально недавно. У каждого из них нелегкая судьба, но доброе сердце. В пятый раз самарские приюты и сообщество по спасению животных объединились на площадке в выставочном центре, чтобы жители города смогли познакомиться с питомцами и забрать тех, кто понравился, домой. Ирина Козлова уезжает с фестиваля «Друг человека» с маленькой черно-белой красавицей. Рассказывает, что после смерти предыдущей любимой кошки не могла подумать о другом питомце. Но все же решилась вместе с сыном сходить на эту выставку, потому что без животного дома одиноко. Я говорю, давай сходим, посмотрим. Если будет именно конкретно черно-белая порода, окрас кошки, значит, мы ее возьмем. Если не будет, мы спокойно идем домой. А когда подошли к первой прямо клетке, увидели ее, все, я уже больше не хочу с ней расставаться. Обрела дома и еще одна маленькая кошка. Ей три с половиной месяца. Новые хозяева присмотрели трехцветную красавицу заранее и ради нее приехали на фестиваль. Мы решили, что это наше животное. Мы уже все купили ей и готовы ее забрать домой. И надеемся, что уже навсегда. Она дрожит, боится очень тут собаки, но я думаю, она будет рада новому дому. Фестиваль «Друг человека» прошел в Самаре в пятый раз. За время предыдущих выставок дом обрели более трехсот собак и кошек. У большинства из них нелегкая судьба. Многое пережив, они надеются обрести дом и хозяина, который не бросит и не обидит. Большинство питомцев абсолютно здоровы, но некоторые требуют особого ухода. Сегодня у нас здесь Ирма, которая прошлой зимой пострадала от выстрела в лицо. Она полностью слепая, но смогла полностью адаптироваться к жизни. Она научилась ходить на поводке, хотя она не видит абсолютно ничего. Она была обстреляна дробью, и, собственно, потеряла в взрослом возрасте из-за этого зрения. А второй пациент у нас здесь пират. Он сегодня приехал со своей инвалидной коляской. В него тоже стрелял человек. Он потерял возможность пользоваться задними ногами. Но сегодня он здесь будет вместе со всеми кататься на своей коляске, и он совершенно зачем не отличается от других собак. В фестивале принимает участие около десятка самарских приютов, стационаров и объединений по спасению бездомных животных. Забрать питомца можно бесплатно. Все они обработаны и привиты, а благодаря партнерам выставки каждому забравшему полагается корм, лоток и наполнитель. Фестиваль проходит при поддержке мэрии, департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Октябрьского района. Ну, собака – это счастье. Знаете, одно время бывает так, что тебе не очень хочется вставать с утра на улицу, но ты все равно это делаешь. Она тебя дисциплинирует. Это очень хорошо для детей, потому что они с маленького возраста учатся ухаживать за другим живым существом. Ну и, в принципе, собака – это полноценный член семьи, который всегда искренний, который всегда настоящий. Вот он действительно любит тебя на самом деле. Именно собак удается пристроить сложнее всего. Городские жители охотнее забирают кошек, но питомцы приютов все равно продолжают ждать. Иногда дрожат волнение и страха, как вот эта собака по кличке Лиса. Ее вместе с матерью, братьями и сестрами выбросили за городом. Из восьми щенков выжили только трое. Она очень добрая. Она любит детей. Она на пристройстве, где сейчас на передержке, она там с девочкой очень дружит. С собаками тоже очень она общительная. Сиротами остались и маленькие щенки Хаски. Их подкинули зоозащитникам. Малышей выходили, и они стали настоящими звездами выставки. Породистые, конечно, получше. Бабушки берут маленьких собак, ну, мелкопородных. А вообще так все разные собаки пристраиваются, и даже дворняжки. В прошлый раз, когда была выставка в экспо «Волга», мы дали рекорд такой, что мы забрали с отлова восемь собак, и все восемь мы пристроили за два дня. Всех собак пристроили, все в хороших руках, и присылают фотоотчеты, видеоотчеты. Вообще мы очень рады. Хочет домой и собака Грета. Ей полтора года, и она прирожденный охранник. К другим собакам относится настороженно, а вот с кошками явно не уживется. Охранник из нее прям хороший, людей она любит. Единственное, что у нее есть прям такие мощные охранные, качество достаточно. Чужих на территорию точно не пропустят. Обрела питомца на фестивале «Друг человека» и наша коллега, корреспондент телеканала «Самары Гиз» Гульфия Асафина. Кота нежно-персикового цвета подарили на день рождения дочери. Рассказывает, что сначала кот спрятался под диван, но когда наступило время обеда, быстро дал о себе знать. Когда-то питомец был домашним, но остался без хозяев. Теперь у него новая семья. Он абсолютно спокоен, гармоничен, такой уравновешенный котик, который не докучает никому, в общем, и по ночам не кричит. То есть мы абсолютно не ощущаем, что у нас появился какой-то раздражитель. Наоборот, он охраняет дочь ночью, рядом с ней спит, они вместе. И, в общем, наверное, это идеальная картина. За два фестивальных дня дом нашли 59 кошек, 16 собак, 2 кролика и даже морская свинка. Все, кто остался, продолжают ждать свою новую семью в приютах. Обратиться можно в зоо-сообщества, адреса которых легко найти в интернете. Волонтеры и администраторы помогут вам забрать тех, кто очень хочет домой. Ну вот я ходил там по павильону, и я видел, что у многих собак нет клипсы. Там почти ни у кого нет клипсы. Ни у кого, да. То есть там буквально одна или две собаки. Хорошо, как определить, а вдруг эта собака убежит, или эти собаки не прошли программу СВВ? Они не прошли программу СВВ. Они стерилизованы? Они стерилизованы. Ну, у нас есть собаки, которые попали к нам с клипсами и прошли программу СВВ. Но, естественно, я их снимаю. Поэтому я против этой истории. И мне, как врачу, совершенно не нравится, как она проживается в ухе у животных. Они испытывают явно страдания от этого. Многие эти вещи торгаются организмом. И, конечно, это не тот способ, который может комфортно знать животному существовать после прохождения этой программы. Ну, скажем, я был в Турции. Там летом где-то в июле месяце. Там, в принципе, вокруг нас суетились и бегали собаки с клипсами. И вроде так ничего. Ну, они, естественно... Ну, вот по своей статистике я могу сказать, что у нас есть такая проблема у животных. Я знаю, что в некоторых странах есть бирки, которые как бы такие тоненькие. Они висят на ухе. И там такой небольшой номерок. То есть это небольшой прокол насквозь. По аналогии с сережками человеческими. Вот эта история, она более реальная. Бирка, которая используется сейчас, она продавливает ухо. И она, естественно, очень сильно нарушает кровоснабжение в определенной области. И это приводит не всегда к позитивным результатам плюс к болезненности определенной, которую животное испытывает постоянно. Понятно. Какая работа проводится в плане повышения ответственности владельцев собак? Ну, хорошо. Вот у нас были представители общественных организаций клубов собаководства, директора, там, кинологи и так далее. И все они говорили, что вроде да, объясняют, но хотя для них все-таки вот эта проблема, она далеко не насущна. Она практически, это не проблема для них, потому что они все занимаются все-таки племенным разведением. Вот сейчас что-то мы конкретно, мы говорим каждому человеку о том, что не забывайте об ответственности в содержании животных. Если что-то не так, пожалуйста, принесите или верните нам эту собаку. У нас это очень серьезный вопрос, и мы достаточно строго стараемся относиться к отдаче животных, потому что вот на данный момент во флагман вет находится, например, большой черный русский терьер, три хаски, овчарка немецкая настоящая, два спунеля, я могу продолжать, две таксы, да, то есть это не означает, что у нас только вот непородистые, да, там, бездомные собаки, которые многие люди считают там обыкновенными, да, у нас постоянно огромное количество и породистых животных. И здесь нет никакого... Ну, огромное количество или все-таки небольшое количество? Ну, я считаю, что для породистых животных, да, это много, когда у тебя там даже 10% в приюте, да, это породистые, но у меня есть вопросы. Откуда они? Тот же большой черный русский терьер, он бегал по центру города, никто его не ищет. У меня дома тибетский мастиф, которого я забрала на площади революции в этом году. Его тоже никто не ищет, но это Тибет. Есть вопросы, где люди. Единственное, что я могу предположить сейчас в рамках пандемии, если что-то в плане здоровья случается, да, с хозяевами. Я вижу, что сейчас статистически возросло количество бывших домашних животных, кошек, в том числе, которым нужен дом. И, конечно, когда мы передаем, например, тех же хаски, да, которые постоянно, это классическая история, что хаски всегда где-то есть потерянные. Обязательно. Хаски сама по себе порода такая бегающая. Да, и мы вот, естественно, прям в данный момент даже сейчас люди приезжали смотреть, мы объясняем, мы спрашиваем, как будет жить, пожалуйста, да, обдумайте, все проговариваемое. Естественно, в договоре указано, что вы просто должны, да, и можете, вы прям обязаны вернуть животное, если что-то не так. Никаких передач третьим лицам. Предлагаю перейти к очень важной рубрике видео «Визитка о собаках», которым мы ищем новый дом. Итак, смотрим. У этой собаки нелегкая судьба. Назвали ее Ника. Ей около полутора-двух лет. Ее выловили в Кировском районе с открытой раной живота. Волонтеры сумели поймать ее и прооперировать. И мне привезли, ну, 50 на 50 выйдет из наркоза. Ну, Ника вышла из наркоза, Нику мы долго лечили, и она такая вот красавица девочка стала. Назвали Ника, я не знаю, победила себя, наверное, победила смерть. Вот такая она девочка. Она веселая очень. По темпераменту подвижная при первой встрече немного недоверчива к незнакомым людям. Ее можно содержать как дома, так и во дворе, приученных в иглу на поводке. Волонтеры ищут Никин новый дом, доброго, порядочного и ответственного хозяина. Ника хочет домой. Обращаться 8-967-503-78-2014. Мария Федоренко – волонтер. Сейчас у нее около семи собак, которые проживают на территории одного из дворов в селе Висловка. Она представляет собаку серо-светлого цвета с черной маски на морде. Назвали это юное мохнатое создание Мальта. Сейчас ей около семи месяцев. Забрали щенком после отлова из приюта. И с того момента Мальта живет на территории подсобного хозяйства в сельской местности. Очень веселая такая девочка, активная, любит общаться, гулять. Тоже здорово, привито. И хочет очень домой. Возьмите Мальту домой. Обращаться по телефону Эту собаку назвали Лея. Ей восемь месяцев взяли после отлова из приюта вместе со своими сестрами. Забирая трех щенков, Мария не смогла оставить и эту собаку. К основной кличке ей еще добавляют принцесса Лея. И это не случайно. Лея отличается очень таким сообразительным характером. Она, я бы сказала, из всех самая умная и самая сообразительная. Она забиралась маленькой по клетке и знает, как зайти и выйти. То есть собака очень умнейшая, сообразительная. Она будет очень хороша в обучении. То есть если нужно обучить каким-то конкретным командам, я думаю, что она будет быстрее всех обучаться. Лея очень хочет найти себе ласкового, доброго хозяина, а самое главное – ответственного и любящего собак. Обращаться по телефону 8-927-652-78-13. Забрали после отлова. Был маленьким, лысым, страшным щенком, как в сказке гадкий утенок. Стал расти и превратился вот в такого мохнатого, кудрявого, обаятельного щенка. Сейчас ему около восьми месяцев. И самое главное – он очень контактный щенок. Он подходит совершенно нормально. Абсолютно подходит. Вот так вот. А он достаточно самый, я бы сказала, трусливый из всех. Просто нет достаточного контакта с людьми. Конечно, тут они сидят, видят одно и то же. Новые люди, новые ситуации, они немножко стрессуют это, естественно. Но этот песик, еще один, которого мы не снимаем, они со мной были все лето, поэтому он в поводку, и все, и он соскучился. Этому мохнатому парню нужен новый дом, любящий и ответственный хозяин. Обращаться по телефону 8 927 652 78 13. Итак, у нас вот в видеовизитке – это волонтеры, которые содержат собак у себя на территории. Естественно, мы пытаемся помочь, и, не знаю, пока что у кого-то взяли, у кого-то не взяли собак. Сколько у вас сейчас собак на пристрое, по крайней мере, реальных, которых можно отдать домой с нормальной нервной системой, с нормальной психикой, с, ну, как бы, хотя бы способной собаке, которая способна пройти тест Т1-Т2? Я думаю, что около 350. 350? Да. Ну, это же невозможно, найти на все 350 сейчас людей, которых их... Ну, конечно, невозможно. Каждый месяц кто-то уезжает, кто-то сразу же занимает их места, потому что, учитывая количество бездомных животных вообще в регионе, 350 – это, там что, 10%, если 10%. Поэтому мы планируем только расти, расширяться и придумывать варианты, каким образом мы можем свои площадки содержать, обеспечивать как можно большее количество животных без выпуска на улицу. А не проще ли, как бы, вот, отловщикам или отлому, кто занимается этим отломом, все-таки тратить свои силы не на собак в стае, которые кобели, да, особи, ну, кобель, скажем так, да, а на собак, которые все-таки на самок? Ведь прежде всего приплод дают это самки. Ну, конечно, они дают приплод, но вы должны понимать, что… И отлавливать нужно в первую очередь их. Это понятно, но за то время, пока самка вынашивает потомство, самец может оплодотворить за это время, там, 10 таких самок, например. То есть стерилизовать нужно в любом случае всех. Нет такого прям приоритета явного. Иногда поймать просто не удается собаку. И с теми ресурсами, которые есть сейчас, это там два сачка и петля, которая в 50% случаев наносит непоправимый вред шейным позвонкам. То есть я, в принципе, не понимаю, куда мы катимся, потому что огромное количество животных после этого отлова, да, с помощью петли, они получают травмы, которые не дают им возможность потом даже передвигаться нормально. Это такая, знаете, скрытая эвтаназия. Ну, то есть помогли умереть, ну, как бы, довольно завуалированно. Здесь нужна серьезная техника, и нужно ориентироваться на опыт других, в том числе стран, потому что дикие стаи так просто не поймать, не обмануть, не провести. Эти животные знают. Ну, а какой опыт странный? Я вот как смотрю сюжеты на телевидении, это опять же это петля, это... Мы нашли другие вещи. Есть такие стационарные, знаете, как контейнеры грузовые, как вот в портах, да, приходят. А эти контейнеры ставятся на точку, где, допустим, обитает эта стая, и начинается наблюдение. То есть там еда, они достаточно глубокие, они комфортные, они не страшные. То есть собаки туда заходят в большом количестве, и потом опускается либо створка сверху, либо она поднимается автоматически вниз, и они оказываются в этом контейнере, и уже пойманные там, и там уже с ними можно вести работу, подойти, уколоть, прижать даже аккуратно, но не тащить за шею в газель, которая вот такой вот высоты, да. А они как бы все вместе в одном оказываются, вместе в одной ловушке, и это более реально, чем вот эта история. А если, допустим, там вариант сетки расставлять на собаках? Можно, но некоторые собаки настолько сильные и крупные, и они настолько находятся в адреналиновом шоке от того, что их пытаются поймать, что эта сеть для них иногда бывает просто как вот бумага. Тут некоторые вольерные сваренные пруты могут разжать, если захотят, а сетка, это слишком ненадежно. Сколько реальности сейчас на ваш взгляд, сколько, или вы, может, вы владеете такой информацией, сколько профессиональных профессиональных отловщиков? Вы знаете, их вообще можно посчитать по пальцам. Во-первых, что такое профессиональный отловщик? Они сами себя считают профессиональными отловщиками. Я могу сказать, я тоже отловщик, я тоже много раз ловила своими руками диких собак с какими-то тяжелыми травмами. Но у нас нет каких-то суперпрофессионалов, потому что настоящий отловщик это человек, который обладает знаниями и техникой, то есть может и выстрелить, если нужно, из специализированного ружья, знает, как с этим, допустим, контейнером обращаться, автомобиль. Это должно быть, опять же, не так, как у нас в газель просто в одну кидают всех, и они там болтаются, едут непонятно куда. Должны быть клетки. Собаки должны быть закреплены как-то. Они не могут там в одной куче просто друг на друге лежать. Мы должны же понимать, что у нас это не мусор, который мы собираем, а это живые существа, если мы, опять же, говорим о цивилизации, должно быть все сделано грамотно, по крайней мере. И профессиональные отловщики сейчас исчисляются, наверное, количеством их успешных поимок, что на открытой территории сейчас основная проблема это то, что даже при выстреле метком с каким-то седативным препаратом у животного есть где-то 10 минут для того, чтобы скрыться и заснуть уже там, где мы, допустим, его не найдем. Поэтому и мы думаем сейчас о том, что вот с этими контейнерами надо что-то быстрее придумать, сделать. Понятно. Хорошо. Ну и последний вопрос. Когда мы придем к тому, чтобы штрафовать людей нерадивых? И как вы вообще в принципе относитесь к штрафам? Ну, скажем так, мы проводили опросы и проводим опросы. Вы знаете, в общем-то, наверное, никто еще не сказал, что штрафы не нужны для нерадивых владельцев обычных городов. Штрафы нужны, вы знаете, но проблема в чем? Проблема в том, что если ты нерадивый хозяин собаки, и тебя, допустим, штрафуют, у нас реакция какая у людей? Либо отыграться на этом существе, либо выбросить. Пока у нас не будет комплексной системы, то есть, что я имею в виду, то есть, каждая собака чипирована. Если он ее, допустим, выбросил после штрафа, мы находим ее и мы понимаем, что человек поступил так. Мы можем это свести в какой-то базе данных и, допустим, более тяжело наложить на него наказание, собаку изъять. Куда изъять? У нас нет такого места. Не хватает этой возможности, как это происходит в Америке, например. За плохое обращение у тебя изымут животное практически сразу. Потом, у нас должна быть какая-то патрульная служба, потому что органам полиции совершенно нет никакого дела до того, что происходит. У них нет на это времени. У них есть свои проблемы, которые надо решать. Это должно быть какой-то специализированный патруль, который анализирует ситуацию. Он понимает, что кто-то статистически, систематически нарушает правила обращения с домашним животным. Или есть в этом районе, например, какая-то опасная территория, стая, дом около школ, около сада, в лесу, еще где-то, чтобы должен быть какой-то мониторинг. Вот когда будет центр, патруль, база и юридическая какая-то практика. Потому что на данный момент сейчас даже за доказанное убийство животного, люди получают условный срок. Пока они будут, а поверьте, для того, кто убил осознанную собаку, условный срок это не наказание. Они просто смеются над этим и идут дальше. Вот пока не будет какого-то показательного процесса, в том числе из-за убийства, не то, что за нерадивые отношения, вот страха не будет. К сожалению, наша программа завершается и уже завершилась. Я вынужден завершить наш разговор, интересный очень был разговор. Думаю, что мы еще с вами не раз встретимся, чтобы как-то решать вопросы бездомных собак, обсуждать и самое главное принимать меры. Вам, уважаемые телезрители, хочу еще раз сказать, что если кто-то захочет взять собаку из приюта, в конце каждой видеовизитки есть телефон, куда вы можете обратиться. Если не успели записать, то всю информацию вы сможете увидеть у нас на сайте ТВ Самарагис. До встречи. Всего вам доброго. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.